Здравствуйте, господин Тайкич! Здравствуйте! Приятно видеть Вас в Санкт-Петербурге на Кубке Европы среди юниоров. Ну и сразу же такие вопросы. Все, что касается дзюдо, Ваши впечатления о самом турнире. Насколько Вы довольны результатами? Сначала могу сказать, что организация очень хорошая. Очень хорошая организация. Участники, которые здесь, с кем я работаю, тоже тренеры. Все дворные. Это первое. А второе – уровень соревнований очень хороших. Все самые лучшие, которые в этом году по юниорам будут бороться на чемпионатах мира и Европы, они здесь. Грузы не пришли. Это только они, а все остальные, которые будут на чемпионатах мира и Европы, за первое место бороться. Они здесь. Вот же очень сильный турнир. Как Вы оцениваете выступления Ваших подопечных команды Германии? Команда Германии пришла не в полном составе. Там у нас, потому что они юниоры, когда конец школы, последний год в гимназии, у них там экзамены. И там у нас пришло только шесть человек, а было в плане двенадцать. Они остались, потому что там экзамены будут, они заканчивали школу и не смогли. Ну, несмотря на то, что приехало всего шесть человек, все-таки, если по пятибалльной системе, на какую оценку Вы можете дать своим воспитаниям? Довольны ли Вы их к ним результатом? Я могу так сказать, может быть, тройку получают. Они боролись, но это не было, и что надо готовить, и что надо работать. Это второй кубок Европы, мы были в Греции, в первом кубке, сейчас второй. На первом кубке они хорошо очень боролись, и много позоров. В этом году у нас только, ну, в третьем месте, и потом они так боролись. А насколько, по Вашему мнению, сейчас вообще германское дзюдо развивается? И есть ли перспективные спортсмены, которые могут занять, ну, лидирующие позиции, ну, в свете того, что такие дзюдоисты, как Оли Бишев, закончил спортивную карьеру, ну, быть преемниками? Я думаю так, что в Германии очень хорошая система. Они работают с маленьких, которые до 12, до 15, до 18, до 21, и потом так взрослым. Такая система, что они поднимают спортсмены, как в одной пирамиде. Что не самое важное, что они до 18 лет будут чемпионами мира, или до 21 чемпионами мира и чемпионами мира. Ну, надо, чтобы они хороший опыт был, и чтобы они по технике и тактике все хорошо понимали. А потом, когда будем по взрослым бороться, чтобы это все, что они выучили, там показать. Значит, Оли Бишев сам не был чемпионом мира и чемпионом Европы по юниорам и по юношам. Он появился, когда он по сеньорам, по взрослым бороться. И такая система Германии, что они тоже так. Он тоже на Европе. Эта система, она общеевропейская или это только германская система? Это германская система. Как ведется отбор национальной команды Германии по юниорам? Вы берете в команду только тех спортсменов, которые показывают хороший результат на чемпионате Германии? Или вы можете взять национальную сборную и привлечь спортсменов, которые не показывают хороший результат, но экспериментально? Нет. У нас идет такой отбор национальной команды на чемпионаты Германии. Первые пять, которые заняли первое, второе и третье и пятое место, их берем как национальную команду. Потом идет отбор на интернациональную кубку Европы. Кто там призывом станет, кто покажет результат интернационального, его будем брать на чемпионате Европы и чемпионат мира. Чемпионат Германии это только показатель. Итак, кого мы будем брать в этом году, чтобы интернациональный может сделать отбор. Хотел узнать, как вообще система финансирования национальной команды. Национальная команда финансируется полностью из бюджета государства или какие-то дотации есть от спонсоров? Нет. У нас есть от Олимпийских университетов. За национальную сборную до 21 лет мы, скажем, только и только деньги получаем в этом году. И тогда спортивный директор Дольче Юда Союза и я, как тренер, сделаем план. И скажем, на этом кубке Европы будут 10 человек, на этой 6 человек, на этот сбор будет 25 человек с собой в день. Так, чтобы эти деньги на весь год были, то какой план делаете? Вы придете и уже все отзываются на орбиту. Как, легко ли или сложно работать вот в Германии, вам как тренеру, хотя вы не гражданин Германии, да, вы тренер из Сербии, да? Да, я сам из Сербии пришел в 1998 году работать как тренер в Германии. А перед этим я боролся с Бундесли в Германии, они заметили и потом так пошел. То есть вы уже такой осевший? Да, сначала пришел как борец, а потом остался работать там тренером. И могу сказать, что там проблемы нет. Что я в Сербии, а у меня проблемы нет. Они смотрят, у кого результат, кто хорошо работает, и его поставят. А вообще-то тренера в Германии, в частности, ну и в Европе вообще, есть ли такой тесный контакт, обмен опытом, какие-то встречи, что-то такое? Это есть, я могу так сказать. У меня многие друзья в Европе, вы сейчас видели, я разговариваю с тренером с Голландией, что там сбор сделали вместе, потому что Голландия недалеко от Германии, можно хорошо за маленькие деньги сделать хороший сбор. Но у меня очень-очень хорошие контакты и хорошо работаем между тренерами с Россией. Мы в прошлом году подготовку для чемпионата Европы делали в московском регионе, в Ногильске. И у нас наши друзья, тренеры из России очень хорошо принимались там, и они очень хорошо готовились для чемпионата Европы. Потом был чемпионат мира, и нам было очень хорошо и понравилось. И надеемся, что они нас опять будут приглашать, чтобы вместе тренировались. А мы их тоже будем пригласить в этом году, у нас будет сбор, и они у нас будут тоже тренироваться вместе. Немножко в другую сторону вопрос. Интересует ваше мнение по поводу новых правил, новых регламентов проведения соревнований. Насколько они полезны и как, на ваш взгляд, для дзюдо? Я это только для меня говорю. Нет, я и вас спрашиваю, конечно. Для... Как... От Дотчу Юду Бунда, от Федерации. Это только мое личное, что я думаю. Я думаю, что... Эти броски, которые за ногу хватают. И... Скажем, Тейгрума... Броски защиты. И... Думаю, что... Мне жалко, что они это убрали. Чтобы дзюдо было еще красивее, если... Когда были эти броски. Ну и сейчас дзюдо интереснее. Дзюдо это... Я люблю, и мне и так нравится, как сейчас есть. Какое кимоно вам больше, какого цвета нравится больше? Белое или синее? Белое. Самое такое интересное, или как юмористичная ситуация, которая произошла в вашей спортивной карьере или и в тренерской. Можете вспомнить? Ээээ... Че скажу. У меня самая красивая ситуация. У меня сын сам борется. Он туда есть. И... Что он лучше меня, и его больше успеха, чем у меня было. Это самое красивое, что он когда... Сын... Ээээ... Ээээ... Еще лучше. Это самое лучшее и самое красивое. Спасибо большое, господин Пекич, за ваше интервью. Спасибо вам. Удачи. Спасибо.